В 1 Коринфянам 15 стихе, ой, в 15 главе 39 стихе, там говорится о различии степеней между самыми проповедниками и грешниками. То есть, как тела наши будут меняться в другой жизни у грешников и у проповедников, то есть негрешных людей, они останутся такие же? То есть, нам тела будут возвращены в том же виде, который есть, или они уже будут другими? Ну ладно, Павел, пока выражался, несколько раз можно воскреснуть. Заранее подготавливай вопросы, и меньше всего этим интересуйся. Вот знаешь, ну сейчас слушай, я уже отвечаю, все, ты много времени отнимаешь. Ты знаешь, что есть буддисты такие? И вот они тоже, у них своя есть молитва, как у нас Иисусова, Господи Иисусе Христе, Сыне Божие, помилуй нас грешных. У них о мане падме хум, вот из сидящей в лотосе. И у них точно так же, монашество-то оттуда как бы более всего похоже-то. И он, наконец, выходит, он сокращает молитву, о мане падме, а потом, о-о-о-о, так вот святые так поясняют, что когда тело наше будет подобно его телу, мы воскреснем, нетленное телеса, но это изменится наше, изменится. И они только о-о-о, а-о-о, то у тех остается его и у нас его. Удивление больше ничего, даже поверить страшно. Тело подвержено болезнью, червям, старению, и вдруг оно будет похоже его, Христу. О-о-о-о, так что больше ничего не спрашивай. Это та тема, где все содрогается. Только благодаря тому, что написано, можем сказать и то с оглядкой. Никто ничего не знает, глаз не видел, ухо не слышал и на сердце не приходило, что Бог приготовил любящим его. Как раз об этом вопросе речь и идет. Вот эта тема закрытая, закрытая намертая на семь замков. Почему? Потому что человеческий разум ничего этого вместить не может. Как, например, о времени, о пространстве. Мы не можем понять. Ты знаешь скорость света? За одну секунду 300 тысяч километров в секунду. Но сегодня обнаружены галактики, которые отстоят от Земли на 4 миллиарда световых лет. Ну, дольше что? И дальше... А где конец? Нет конца. Ну, как нет-то? Человек не может понять этого. И поэтому трогать не надо, иначе люди сходят с ума. Хорошо поднял меня? Я понял. Все? Благодари Богу, все, больше ни слова. На сердце не приходило. Наше сердце не может вместить этого. Не приходило. Я разговаривал с людьми, которые обмирали в шахте, задавили, а потом его подняли, а он ожил. И он говорит, вот у нас есть павлин и воробей. Ну, разница большая. Там одно перышко интереснее. Так вот, наш павлин там, он говорит, как воробей. Какая там красота, что я видел, сказать нельзя. Нету слов таких. Так что никогда больше не задавай это. Не искушайся. Принял. Благодарил. Ну, я во славу Божию. Подойди и сделай, что я тебе говорил сегодня тоже. Обязательно. Да, обязательно. До вопроса и после вопроса. Так, слушаю дальше. У кого вопросы? Нету, я отошел тогда. Во славу Божию. Аминь, спасибо. ОПЕРСКИЙ. Продолжение следует...